всем привет и в этом видео я вам покажу как ставить кубунту 1404 это первое видео на канале linux review для начала вам нужно запустить поставить запуск диска это клавиша f9 в моем случае здесь я бы у меня она уже условно как вы видите читал 3 к кубунту и я выбирал интернашем сидеть виде он драйв пошел запуск здесь нам пишут старт кубунту то есть старт кубунту и всякие другие функции в моем случае это старт кубунту ждем запуск системы с диска ничего интересного сейчас время занимает черный экран вот наконец-то появилась надпись кубунту на которой камера не очень охотно фокусируется вот уже начал немного фокусироваться ждем 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 уже целую минуту две минуты запись идет нажатие стрелки вверх и вниз мы можем все смотреть садите нажав стрелку вниз мы открываем консоль которую вот так вот еле-еле видно да но почитал графический интерфейс и жду как он будет погружаться кубунту сама система если мы запустим как live диск это сейчас даже сделала будет даже немного притормаживать вот почти наверное все кончилась дисковод он еще обращается вовсю драйвера вай фай нашел значит почти все догрузил ждем ждем нет он пост на команду выключит звук прикрутиться в консольный режим из граффити скала и обратно и все нам осталось немножечко подождать и 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 так после жуткого длинного ожидания я даже делал паузу в записи мы видим вот такое окно стройку бунту орен стал кубунту и нас спрашивают язык системы язык системы мы ставим русский тут очень много языков вот болгарский русский смотрите на русском языке это будет вот так добро пожаловать пожалуйста выберите язык для установки своей системы этот компьютер может установить то есть система будет установлена компьютер и так далее я нажму запустить кубунту непосредственно с диска чисто чтобы было удобно показывать какая раскраска клавиатуры и так далее он немножечко подумал выдает нам вот такую вот мышку изображение жесткого диска что здесь берет данные не жесткого диска конечно а с диска подключает сеть которая пока не пока еще не подключена на самом деле вот пошла загрузка рабочего пространства кд я чуть-чуть ждем 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 вот 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 так примерно грузится с диска мы запустили нашу систему как мы видим у нас подключено одно устройство запрашивает какую сеть Wi-Fi пока рентивом вводить я не буду я просто запущу пидервы к установке вот его открыл мышка думает и поверх рабочего стола вылезло вот такое окно здесь нас также еще раз прошу язык системы я ставлю русский и нажму кнопку продолжить смотрите более нажав на кнопку продолжить и нас спрашивают а как курил живые сети Wi-Fi хотите использовать я нажму подключиться к нужной мне сети как видите список немножечко посветрел и мне нужно сесть под именем Михаил Микхазел она как то оказалась самая посредняя в списке и даже нас запрашивают пароль я его просто ополню показывать не буду вот я заполню это поле здесь здесь также отобразить пароль и кнопка соединения я прям не показывая пароль нажму на кнопку соединения он думает 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 пишет что соединение успешность с этой сетью моей установлена и нажимаю на кнопочку продолжить он думает и самое важное окно смотрите что требуется достаточно места на диске он подключен к источнику электропитания если он разъедется во время установки то данные просто пропадут и далее смотрите вам нужно поставить нижние реви галочки установить это программное обеспечение с закрытым исходным кодом и скачать обновление при установке то есть скачать обновление для нашей системы прям в процессе установки я нажимаю на кнопочку продолжить все он думает думает и следующий раздел будет разметка диска то есть вы можете установить свою систему параллельно с виндовс если он у вас есть только виндовс при первом запуске в таком режиме выдаст экран смерти но уже со второго будет вполне нормально запускаться в ринуксе все разделы идут вообще не как в виндовсе там есть корневой раздел и как вы знакомы наверное с андроид и в этом корневом разделе имеются папки и путь для этого диска звучит так слэш медиа имя пользователя слэш диск вот такое странное наименование файлов и ждем уже сейчас будет все о отлично нет еще не отлично ставлю на паузу и жду и так присутствие очень-очень долго подождать и мы видим здесь очень много разных вариантов смотрите изменить раздел автоиспользовать весь диск автоиспользовать весь диск и настроить LVM автоиспользовать весь диск с шифрованием LVM я выберу автоиспользовать весь диск Смотрим, смотрите Получается у нас вот так Что жёсткий диск у нас равен 1 терабайту И всё пространство будет занято операционной системой Кубунту Также я вам сейчас хочу сказать, что здесь ручная разметка, смотрите Мы нажимаем, выбираем вручную и нажимаем на продолжить Смотрите Здесь вы видите кучу всего Но это как-нибудь потом Тут есть разные разделы И я, ну ладно, я всё-таки разметил вручную и нажму ударить всё Удалить Ну ладно Мы ударять это не будем Так как что-то сложно Я хотел свап сделать, но как-нибудь переживу без свап Поскольку делать здесь свап, как вы видите, что-то очень тяжело Здесь нет какого пенсуса, новые разметки и так далее Поэтому авто использует весь диск Установить сейчас Смотрите Здесь Пошло установка файлов снизу И здесь, как вы видите Нам показывают, что мы живём в Российской Федерации И наш город, и у нас московское время Далее это подтверждаю и нажимаю продолжить Я нажал на кнопку продолжить Следующий у нас настройка клавиатуры Смотрите У нас раскладка русский, страна Россия Паралленно уже скопировалось 19-20% скопировалось файлов Я знал, что у нас российская клавиатура И нажимаю продолжить Смотрите Здесь спрашивают ваше имя Вот тут нам понадобится волшебная панель задать На которой нам сказано, что у нас раскладка Так, так, так Раскладки у нас здесь нет Но Shift-Alt Shift-Alt, Shift-Alt И попробуем ввести Например Так Смотрите Русский язык есть Значит Я поставлю на паузу И все Введу Как мне нужно Итак, смотрите Я заполнил эти поля Пока уже 72% Скопировалось И Тут может Требовать Пароль Для входа в систему Советовал Для того Если вам понадобится Устанавливать Несколько графических сред Я нажимаю на кнопочку Продолжить Итак Мы нажали на кнопочку Продолжить И Дарья вам Просто Будет Показываться Красивое Швайт Шоу Что Такое Кубунту И здесь Написано Что это Очень простая Система Но Об ней Мы поговорим В следующей части Видео И Дальше Наверное Вы догадаетесь Что нужно Будет Перезагрузить Компьютер Когда там Выглядит Синий экран С просьбой Нажмите Enter Нажать на кнопочку Enter Вынув Разумеется Диск из дисковода И все Продолжение И знакомство С системой В следующей части Всем спасибо За просмотр Всем пока